Вчера интернет и средства массовой информации разнесли очень печальную новость о молодом человеке, студенте МВТУ имени Бауна, я по старинке называю МВТУ, сейчас как-то называть технический университет, который убил свою соседку, бывшую подружку или подружку, соседку по съёмной квартире, и писал об этом, улыбаясь, как он говорил, а после этого покончил с собой. Вот почему-то именно Бауманский студент это сделал. Я вам скажу так, есть в Москве станция метро, например, такая, авиамоторная, недалеко от этой станции находится один из крупнейших московских вузов, московский энергетический. Есть станция Менделеевская, там, соответственно, Менделеевский, вуз имени Менделеева, химиков там очень, сами понимаете. Есть станция университет, там крупнейший в Москве вуз, Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Вот, Михаил Васильевич, да, если ещё старые мозги мои помнят его отчество. Михаил Васильевич, да, правильно, Ломоносов. Вот, есть попроще вузы, вот, например, вуз, а, как же попроще, РАНХИКС, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. Она находится на станции метро Юго-Западное. Есть ещё московский финансовый, при Совете Министров. Он находится на станции метро, как это, Китай-город. Вот. И везде на этих станциях, ну, как-то это не бросается в глаза. Да, идут студенты, да, их много, туда к станции идут, от станции идут. Это чувствуется, крупные вузы. А вот есть одна станция, она называется Бауманская. Рядом с ней находится ВТУ имени Баумана. Замечательный такой вот вуз, где готовят вот наших будущих ракетчиков, создателей военной техники. Вот. И, вы знаете, он какой-то такой удивительный, да, эта станция. Эта станция такая, я её так про себя называю Дикий мыс, да. Там вот эти вот студенты бросаются на решётку, которые, значит, перерезают через неё, чтобы сократить свой путь. Значит, они врываются в вагон при посадке, такая вот дикая толпа, Дикий мыс. Нужно сказать, что сами по себе поддельности. Они весьма вменяемы. Я как даже преподавал, давно, правда, студентам МВТУ. Более того, у меня полно было со-служивцев МВТУшников. Вот один из этих МВТУшников, сослуживцев моих, он мой соавтор, да. И вот фамилию я его произнести боюсь, потому что он сейчас до сих пор серьёзными делами занимается и не любит находиться, вот, так сказать, в свете каком-то, да. Он любит так вот прохладную сень, да. Так вот, значит, он рассказывал, да, я, говорит, учился в МВТУ. Вы знаете, вот есть какой-то всё-таки в МВТУ такой, как вам сказать, какой-то казарменный дух, да. Вот вы, Мефисты, другие, я Мефист. Ну да, наверное, мы, Мефисты, другие, но я вот могу себя, кстати, сравнить с теми, у кого должен был бы быть вроде бы казарменный дух. Это в моё время называлось училище имени Верховного Совета РСФСР. Мы с ними вместе, по крайней мере я, точно, учился, огневую подготовку проходил. Вот, так они выглядели как-то вот интеллигентнее. Ну, подтянуте понятно, подтянуте, у них физкультурой занимаются, это же военные, да. Кремлевские курсанты, вот, по-простецкой их называли. Вот, ну, как-то они выглядели поинтеллигентнее, да. Ну, кстати, научили нас там неплохо стрелять до сих пор. Я с 25 метров с руки 10 пуль собираю в тарелку такую, вот, с руки вот так, бум-бум-бум, из карабина. Вот, ну, то есть учили неплохо, да. Но они как-то выглядели интеллигентнее, да. А вот мы интеллигентнее, чем Бауманцы выглядели, так сказал мой соавтор. Вот, вот такие дела, да из давней-давней жизни, на этой жизни уже несколько слоёв других моих жизней всё там поменялось за это время. Вот такие вот дела. Так, ну, это я вам прокомментировал, вот, выводы делайте сами, вот, почему-то именно Бауманец такой вот ужас совершил. Ну, с другой стороны, наверное, у него не всё в порядке было с головой. Тут психиатры его комментировали. А я-то, так сказать, как мефист прокомментировал, бросил камушек в огород МВТ у имени Баумана. Нет, и вот Бауман, замечательный вуз, я его обожаю, замечательный вуз ещё ЛВМИ, лучший в мире институт, Ленинградский военно-механический, не знаю, как он сейчас называется, тоже со мной работали, выходцы из этого ЛВМИ, лучшего в мире института. Ну, всё, я вас целую и обнимаю, всего доброго вам желаю, и вы не забудьте, внизу у меня реквизиты, куда вы можете послать деньги. Деньги остро нужны, потому что вот сейчас вот закончатся маленький перерыв, и я буду делать выбор, писать для вас вот эти видео или учить студентов за хорошие деньги. Ну, всего доброго, короче говоря, до свидания, целовать вас не буду, а то вы, чёрт что, подумаете, ещё не дай бог. Сейчас выключу и всё. Ну-ка, где там кнопка?